Шок-контент! Я вообще твой Марк не ладил ни разу. Пидометр мы не нашли, стук не ушел. Вот этот Марк 2 я-то урод ебал, бля, вот честное слово. Вы знаете, что бывает, когда ты владелец старой японской тачки, при этом у тебя не одна старая японская тачка. Нужно заниматься сразу всеми японскими старыми тачками, и при этом у тебя мало денег. Происходит определенный факап. Я чувствую то, что я уже по традиции на нашем с вами канале, я въебался ногами в жир. И въебался я ногами в жир с тормозами на Тойоте Марк 2. Никто этого не ожидал, конечно же, как обычно. Типа, в последнее время на Тойоте Марк 14 происходят какие-то странные, типа, поломки, которые, блядь, ни с чем не связаны. То есть, он просто решил ломаться, типа, я хз. Айда сюда. Посмотрите на это прекрасное колесо. Что вы видите? Вы думаете, оно грязное? Да, оно грязное. Но оно грязное очень по-странному. И эта странность заключается в том, что это колодочная пыль плюс тормозуха, плюс все, короче, до кучи. В чем суть? У меня, короче, закончились колодки, и так как банально не было денег на колодки, но ездить надо было, я ездил на нем, и соответственно, кажется, у меня колодка вылетела. Ну, по таким признакам, что педаль тормоза стала прям пустой, и тормозуха начала куда-то уходить из ощущения, то, что вылетел поршень из суппорта. Скорее всего, я намотался на суппорта. И, скорее всего, я намотался еще на тормозные диски, но это не точно. В общем, сейчас будем все это снимать, смотреть. Опять-таки, блядь, никто вообще, то есть, типа, я должен был давно купить крылья, должен был давно купить саблю, но вместо этого я занимаюсь, блядь, переборками ГРМов, ХУЭмов, блядь, помп, ХУЁМП и прочей залупы, блядь, системы охлаждения, то с тормозами, то еще с чем-то. И, короче, меня это начинает бесить конкретно вообще. Так ездить невозможно, будем сейчас разбираться. И потом надо будет придумать, как вот это все дерьмо отмыть. Типа, я не представляю. Конечно, азелитом можно будет попробовать ебнуть. В общем, либо бензинчиком, либо азелитом надо будет это все дело тереть. Потому что оно прям въелось, я ебу прям как, вообще, серьезно. Собственно говоря, видос начнется с очередной починки Тойоты, которая не ломается. Ну, на самом деле, просто я дебил. Нищий дебил, у которого нет, мне было денег на колодки, банально. Такие последствия. Меняйте колодки вовремя, пацаны. Это был очень несчастливый для меня вечер. Помимо проблем с тормозами, в этот вечер в гараже еще и компрессор не работал. Ну, ничего. Руки есть, кашу ел, сила имеется. Домкратим наше ведро, снимаем колеса и смотрим, на сколько денег я попал. Ну, тормозном иди скупи, да? Ну, так ездить невозможно, он все тормозочил. В целом, вот откуда давит. А какой, верхний, блядь, или нижний откручивать? Наверное, похуй любой. Я же не олень. Вот колодка как будто бы на месте, вот он прям свистунит, блядь. Пока колодка на месте, нет, я думаю, он должен типа вылезти, блядь. В смысле, даже супер, блядь, обычный, яднопоршневой. Какие проблемы, да? А, проблеми смогут быть с тем, что поршень, поршень вылез. Сейчас это все дело вытащим. Так, надеюсь, я не дал. Наверное, здесь сейчас правильный. План был прост и надежен, как швейцарские часы. Берем монтажку, и выковыриваем в суппорт, чтобы получить инфаркт жопы. Иди сюда, сука, тварь. Ёб твою мать. Охуеть. Ну все получается, минус суппорт, нахуй. Смотри. Мне как бы суппорт заклинило, нахуй, хуялцев очень простые все. И вот я из-под манжета, смотри, тормозуху давила все на воду на манжеты. И давила тормозуху. Заклинился и направляшка. Ну, то он хуярило, короче, здесь вообще все. Ну все, что? Минус колодка у нас нет, колодки, блядь, ни-то ничего. Вообще просто. Что я могу сказать? Все. Че? Новый суппорт, новые тормозные диски. Охуенно, да? Ах, сука. Смотри, как вас отстачило, нахуй. Короче, видать, колодка вылетела давно, и я, видать, тупо тормозил поршнем. Уже все в телегу парут. Директ у меня так же не грузит. Вообще, логучая хуйня, типа, на самом деле. Все в телегу, нахуй. В телегу можно статейки писать. Кстати, интересно, если вам интересно, чтобы я статейки писал в телеграм, вы, пожалуйста, об этом дайте мне знать. Зайдите в мой телеграм-канал и напишите мне там в комментариях. Мне интересны были бы статейки. Можно писать про машины, еще про машины. Историю автомобильной. Аналитическая хуйня, типа, про спорт. Про всю хуйню вообще. Я это все могу, умею, и про психую. Спустя неделю руки дошли до ремонта Toyota March 3. К слову, вы сейчас наблюдаете сложность эксплуатации низкой тачки. Домкрат не подлазит под лонжерон. И надо заехать мордой на дощечке, чтобы можно было задомкратить. Если этого не сделать, то, соответственно, тормоза не поменяются. Краткий экскурс. Как встретить свое 29-летие? Сегодня у меня мой день рождения. Время 3 часа ночи. У нас сегодня челлендж. Поменять тормозные диски, колодки и правый суппорт за час. Ну, мы уже такие забили хуй, ехали на Луреле, типа, и там рыгнуло с цепок. Поэтому сейчас быстро все придем. Геннадий Ширинач, я сейчас быстро переодеваюсь. Все, цигель, цигель, цигель. Время 10 минут четвертого. К четырем должны закончить. Все, полетели. Итак, инструкция. Нам надо за час поменять два тормозных диска, колодки и суппорт с одной стороны. Начинаем с проблемной стороны. Скидываем суппорт и скобу суппорта. Четыре болта открутить. Ничего сложного. Не понял. Думал, я долбоек. Оказалось, что я долбоек. Из нас ступичный. Менять надо. Я даже за час посадки не буду. Даже чистить посадочный не будет. Ой, нахуй. У меня постоянно пальцы, блядь, поднимаю. Что ж такое, блядь? Прямо синий уебал. Естественно, нахуй. Все пальцы синий, блядь. На левой стороне у меня тимок под капотом уебал. Сейчас, блядь. Сам себя уебал. Старый диск в помойку, новый диск на базу. Собираем все в обратном порядке и на новых компонентах. Скажу пару слов про цены данного удовольствия. Суппорт – 2500. Диски пара – 2000. Колодки – 2300. Итого, наоттягивал за мету колодок я на 7500. Настя сэкономил. Как только закончили с первой стороной, переходим ко второй. Процедура та же самая, разве что суппорт менять не надо. Важно! Когда разбираем второй суппорт, обязательно проводим процедуру разработки и смазки направляющих суппорта, чтобы они ходили долго и счастливо. Используйте для этого специальную высокотемпературную смазку. Здесь могла быть ваша интеграция. После того, как все установили на место, необходимо прокачать тормоза, так как система у нас была разгерметизирована и 100% завоздушилась. Что, педаль твердая, нет? Ну, она все равно за консертом убирается. Понял. Нажимай! Нажимай! Отпускай! Нажимай! Отпускай! Нажимай! Отпускай! A few moments later... Отпускай! Последний раз нажимай! Все! Ловите алгоритм прокачки тормозов. Идете от самого дальнего колеса к самому ближнему, главному тормозному цилиндру. В моем случае, ГТЦ справа. Значит, идем от заднего левого колеса к переднему правому. Один давит на тормоз, другой откручивает и закручивает штуцер на суппорте. Ключик на 10 и баночка. Вот полный список инструментов для прокачки тормозов. Ай, кончил. Еще! Ага. Во, сейчас до конца не того, что... Вот, пошла. Еще! 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 Ай, кончил. По итогу ставим марка на колеса, убираем домград и смотрим на время. А вы пока поставьте на паузу и пишите в комментариях, успели ли мы за час или нет. А, нормально, там... Там твоя цепьера. Там твоя цепьера. Ну ты там еще не красил. 55 минут. Я грунтовал. Я старался. Раньше было долго-дорого хуево, а теперь быстро-дорого. Отлично. Ну, в целом, как так. Короче, давайте уже домой спать. Завтра я вам расскажу. Ну, короче, вам через секунду, ну, через пару расскажу. Короче, что, как, зачем, почему, что вообще болеть произошло вкратце. Но на этом видос, наверное, не заканчивается. Будем дальше делать, что с марком. Видос по марку будет выходить теперь чуть-чуть реже, но зато чуть более насыщенно, чтобы было, блядь, какие-то движения. Все! Ну, что же, по тяге. Всем похмельным салам алейкум, трезвенникам. Рекомендую задуматься над своим поведением. Прошло что-то чуть больше недели, наверное, или даже две недели с того момента, как мы поменяли тормоза. Нехер было снимать, на самом деле, потому что времена такие-то, что кризис, все дорого, но это не значит, что марк остается у нас без изменений. Сегодня мы поедем по закупкам. У меня, слышите, гудит, слышите? Вот, это гудит ГУР. ГУР пришел. Надо, соответственно, купить новый насос с ГУРа. И я нашел бампер и порожки. Бампер с губой и порожки тоже турик нашел. Поэтому сегодня, короче, у нас такой закупочный день. А, и саблю еще нашел. Так что сейчас едем по закупкам, все закупаем и потихоньку, соответственно, будем дальше дособирать наш Марч-3. Надо особенно заняться внешкой, потому что я планирую все-таки красить его. И нужно сделать бампер, нужно... Как бы крылья тоже нашел, там чел должен отправить. В целом, по цене вменяемый, но в другом городе. Как и так. Самое основное, надо будет саблю поставить, снять бампер старый, поставить новый, короче, открасить новый бампер. Точнее, собрать его. Он там немножко встречный, его надо починить. Вот. Поэтому, конечно, все увидите. Все, сейчас туда кубку поедем. Бля, ёп твою мать, куда я приехал? Как сюда на низком? Поверните налево. Понял, спасибо. Я так понимаю, где-то здесь, бля. Автор сбор там, значит, надо назад. Я обожаю промзону, бля. Бля, тут не лучше дорога, нахуй. Вы приехали, спасибо, что используете Драгис. Спасибо. А где здесь? Бля, кажется, надо позвонить чувакам. Бля, похоже сюда. С авторазборки сразу в лифт и сразу с бампером. Что за магия монтажа, а? Бля, весь углазбился. Бампер грязный, само собой. Лежит он вот таким чудесным образом у нас здесь. Бампер сразу с губой. Чуть подкоткнутый. За вкусную цену, я считаю, в целом, прям вообще нормально. Все, сейчас, короче, саблю отец Михаил забрал уже. Там, оказывается, недалеко от нашего гаража продавалось. Сейчас едем за порогами и в целом все на сегодня. Так, ну что, добрались мы до гаража. С порогами не вышло немножко, потому что мы с продавцом немного друг друга недопоняли. Более того, у нас с ним произошел небольшой словесный конфликт, потому что продавцы ебаные грубияны. Я прям не устану об этом говорить никогда, блядь, сука, если вы занимаетесь продажей запчастей, будьте вежливы, блядь, потому что к вам приезжают такие же клиенты, клиенты-люди. Вкратце, в группе, то есть я ищу по барахолкам запчасти сейчас, потому что кризис, цены дорогие, пипец. И, соответственно, в группе пишу, типа, ищу турик пороги. Параллельно там еще написал, что ищу вертекс губу, но, типа, суть в том, что вертекс губа, турик порожки. Чел пишет, типа, есть, типа, пороги, косарь. Типа, какая прекрасная цена, типа, еще и в Новосибирске. Говорю, давай приеду. Приезжаю, он достает мне, блядь, пластиковые пороги накладки, короче, сейчас покажу, какие. Вот такие вот, вот эти вот, которые, надписи, короче, вся фигня, ну, то есть, пластиковые пороги. Салон. И, соответственно, я такой вижу, это все, грубля, братан. Как бы, а я искал, типа, пороги обвес. Мне такой, нихуя ты клоун. Ну, я как бы, я не люблю, когда так со мной разговаривают, типа, я сразу сказал, что ты грубишь, блядь. Типа, слово за слово, в итоге, вроде, чуть не сцепились с этим придурком. Не грубите людям. Зачем, блядь, грубить людям? Ну, сука, ты же занимаешься продажей запчастей. Да даже, если ты не занимаешься, ну, просто так у тебя человек приехал и купил какую-то запчасть, это был рынок. Просто, блядь, будь человеком, не ебаным бандерлогом, который, блядь, из лесу вышел, нахуй, не знает, как с людьми общаться. Сука, прям горит. Короче, по итогу, сегодняшние приключения закончились тремя запчастями. Очень важными запчастями для того, чтобы собрать зазорчики на Марка. Там еще, сейчас жду из, по-моему, Красноярска, мне должен прийти будет капот, и чувак еще должен будет отправить крылья. И тогда вообще просто можно будет прям загнать Марка, лицо ему разобрать, собрать заново. Че, короче, купили? И почем? Самое главное. Лот первый. Бампер, да, вы уже немножко его видели. Он, короче, тут вот такая трещина. Она, короче, идет вот так. И, ну, она не насквозь. Она там, короче, заканчивается где-то дальше. Где-то вот там, да, да, вот тут заканчивается. В целом, склеить можно, то есть, не сильно критично. И вот здесь вот нет крепления тоже. То есть, мы что-нибудь сваяем, я отрежу от своего бампера. Короче, спаяем, припаяем, сделаем. Бампера контрактные, которые в идеале, стоят по 12 тысяч. Я, как говорится, ебал это все в рот. Короче, за 4 рубля взял бампер и порог. Ой, порог. Бампер с губой. То есть, он сразу с турик губой. Я хотел вертекс губу вообще, ну, типа, видимо, будет стоять у меня турик губа. Ну, а что? Что бы и нет, если губа, считай, бесплатно, да, то есть, надо будет пороги и задние. Тогда полностью соберем просто турик обвес, и будем красивые такие, около на стандартах ездить. Причем, прикольно, то, что бампер у нас с антенкой. Механизм, вероятно, даже работает. Она что-то тут, но она немножко обломанная выглядит. Не знаю, оставим так, или может уберем кусочек сюда, какой-нибудь впаяем, просто дырку заделаем и все. Не знаю, будем думать. Вот. Второй лот. Это насос Гура. Тысяча рублей на разборке, потому что мой запел, завыл, прям серьезно, то есть, типа, и, короче, надо разобраться, то, что куда-то жижу съебывается. Прям съебывается, будь здоров, мне такое не нравится. Поэтому тысяча рублей цена вопроса. Ну, и, соответственно, руки приложить. Ну, и третий лот. Это самое ценное. Вот эта металлическая планочка, она же в народе именуется как сабля. Сейчас покажу, где она стоит. Вот где она стоит. Вот тут у Костяна она немножко замята. Ну, как немножко, чуть-чуть совсем. В чем суть? Эта сабля держит, короче, фары наверху. Она упирается в лонжероны, по середке в телек упирается в планку, короче, и в лонжероны упирается с двух сторон. Там есть треножки. И, соответственно, без нее ебало висит. Бампер висит, короче, на фарах. Фары висят, короче, на телевизоре и крыльях. И все это вместе, типа, выглядит все паршиво. Соответственно, сабельку ставишь, у тебя фары поднимаются, бампер поднимается, и выглядит, начинает это все плюс-минус, как бы, ну, аккуратно. Я хочу добиться аккуратного внешнего вида. Соответственно, без сабли и ровных крыльев этого не добиться. Поэтому ждем крылья и будем все это дело собирать. Что еще? Написал еще в новосибирскую контору, в которой Турик обвес делают. Блядь, есть Турик пороги пластиковые. Фоточку я прикреплю вот сюда вот. И задняя губа Турика на марка Сотова. То напишите мне, пожалуйста, по обменяемой цене с удовольствием я вас куплю. Желательно, конечно, это будет круто, если это в новосибирске. Но если пересылка какая-то, ну, не страшно. Типа там, если что-то говорим, с подсеним. Такие пироги. Ну, в этой серии мы еще с вами бампер поклеим. И в целом, я хотел бы поговорить насчет запчастей. Время кризисное, очко конкретное. Запчасти покупать надо искать где-то подешевле, поэтому вот вам мой лайфхак. Не брезгуйте пользоваться группами. Да, могут там происходить определенные прецеденты, типа, вот как у меня было с этим придурком, блядь, просто кретин ебаный. Но в целом, не брезгуйте пользоваться группами. Там, на самом деле, очень много можно приятных деталях найти за приемлемые деньги. Ну, вот, грубо говоря, хороший пример бампер, да, то есть чуть-чуть руки приложить, его все равно красить, он все равно не в цвет, он белый, блядь, типа, у меня нет задачи собрать, типа, из родной краски, блядь, это бампер, то есть, по сути, ну, расходник. То есть, мы его просто спаяем, ну, как мы, я сяду и спаяю его. Спаяем все, сделаем все, закрепим все, зацепим, и как бы будет нормальный бампер, потом уже в покраске просто там зашпаклюют, задуют. Поэтому группы, пользуйтесь барахолками, там, в целом, можно сильно выгоднее какие-то предложения найти. вот, к примеру, крылья мне предлагают за 8 тысяч пару, но крылья, типа, говорят, в идеале вообще. То есть, сейчас в идеале крылья купить на 100 марка правое крыло в районе 7500, или наоборот, короче. Ну, в общем, суть в том, что одно крыло в районе 7500, второе крыло в районе 6. Ну, то есть, 13 тысяч, 13-14 тысяч за крылья, типа, будь добр, да выложи. Это что-то жестко, на самом деле. Мне за 8 тысяч пару просто куплю у чувака два крыла. Кстати, смотрите, смотрите, какая стволина стоит. Тоже, сотая школа, на выворотах, все серьезно. Машина товарища моего, Костя, Геннадий, чему турбанул гышку. Правда, сейчас на ремонте, потому что они сразу не поставили металлическую прокладку и поставили паранитовую, ее выдуло. Соответственно, вон там турбинка от него лежит. Я покажу кокпит, надеюсь, Костя не будет против. Я еще ссылку на инстаграм оставлю, вы сможете подписаться, посмотреть пацан вместе нормально. что у нас тут по кокпиту? По кокпиту у нас ручка КОПП, мишаника, все как надо. Турик накладки, типа под карбон сделанный. В основном, салон это стоковый, на самом деле. Тут куча там датчики, мальчики, субком. По кулисе такое ощущение, что кулиса как будто бы короткоходка. Да не как будто бы, а короткоходка 100%. Тут, походу, кстати, коробка, кстати, длинная. У меня коробка короткая, поэтому пришлось резать туннель. Я понимаю. Кулиса короткоходка 100%. Я у него еще спрошу, конечно. Тут, короче, турик подлокотник с ручником. Нынче дорогая штука прям вообще. И ручничок Акан Моторспорт. Геннадьевич ему сделал. Это делал Геннадьевич. Геннадьевич сделал ему очень хорошо, качественно. То есть, прям ручник в очень удобном месте. Тут турик руль. И, по-моему, у него турик табло еще. Я не помню. Не помню, как это все выглядело. Короче, суть в том, что если вам интересно, я могу с Костяной договориться. Снимем, не знаю, обзор на этого Марка. Вот. Он такой боевой, прям прям боевой-боевой. Ну, вы морду видели? Вот, пожалуйста, жопа у него так выглядит. Ну, то есть, прям все прям по школе, короче. То есть, типа, тачка Мисл. Костяна не тренируется, кайфует, катается, месит, вообще будь здоров. Ну, прям, короче, как надо. Ну, вот, собственно говоря, тут сейчас такие движения происходят. Я так понимаю, это башка. Похожа на гышную башку? Похожа на гышную башку. Или не похоже? Вроде похоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, похоже, это гышная башка. Вот она, турбинка от Седова, самоварный коллектор. Ну, короче, все по школе, все прям как надо. Поэтому, если интересно будет, я договорюсь с Костей, просто пишите комментарии, интересно или неинтересно будет. Ну, все, то есть, на сегодня день у меня, наверное, закончен. Завтра в уютной атмосфере процентов. Отвечаю вообще прям. Что там, тигр чистый, блядь, красивый, но вчера намыл его, кто совсем чумазый был, ночью покататься ездил. Ну, блядь, просто киса же, блядь, просто посмотрите на это. Шикарный же, классный парень. Блядь, вообще, мне очень нравится. Марк 2 люблю, древский люблю, ездить люблю. Блядь, вообще ракета, открасить его вообще будет пушкой. Ну, блядь, правда, недолго он чистый будет, блядь, в основном, дороге, смотрите, ебут, у меня, блядь. Я сейчас до Геннадьевича доеду, и насколько он будет грязный. Так, шоу, запись, пошел, Геннадьевич. Ха! Получается, нормально. Экшн камера везет, вроде бы, я не знаю, я еще посмотрю, как подкачат съемки. Че, я нашел себе новую приблуду, называется экшн камера. К слову, как я доехал, доехал я вот так вот, выглядит, Марк вот таким вот образом. Ну, не сильно грязный, конечно, но чумазый уже. Типа, если сегодня ночью, когда-то поеду кататься, надо будет мыть. Так, че по плану у нас? По плану, бампер, его надо отмыть, и, соответственно, начать запаивать эту всю хуй балу. Для того, чтобы это все дело запаять, я приобрел классную, просто, нанотехнологичную сетку. Вот эту вот. Мне сказали, что ее должно вообще хватить, чтобы запаять весь прячь. Короче, вот этого пласта должно, по идее, хватить, чтобы запаять полностью бампер. Поэтому сейчас бампер отмоем, снимем губу, уберем все лишние, короче, и начнем паять. Просто это план на сегодня такой. Да. Тут, кстати, Костин Марк собираешь. Вчера не было головы, голова на месте, вот Геннадьевич все уже поставил, пометочком выстрел, все тигрнул. Геннадь, сил 300-то будет тут, нет, блядь? Дай бог 200, типа, но, говорят, едет нормально вообще. Не знаю, если удастся, сегодня прокатиться с Костяном, то... Турбина дует, я ебешь. Прям, прям, это, система охлаждения, значит, дуга. Не должна. В машине было тепло, да? Потому что турбина, воздух нагревает, поэтому с теми охлаждения, прям, тепленько так было. Короче, очень надеюсь, что удастся сегодня окатнуться. Ну вот, что, давайте мыть. Ммм, бампера с помойки, все как я люблю, зато дешево. Сначала нам надо его разобрать, затем помыть. Инструкцию надо к помывке. Нам понадобится вода, тряпка и бутылка. Обливаем водой и поступательно, круговыми движениями оттираем бампер. Запомнили, закрепили. И что получается? Сидим, пердим и паяем. Процесс не очень интересный, очень монотонный, такой прям, подупороться. Ну все, он в гараже, у тебя атмосфера замечательная, все что-то делают, кроме тебя. Как играл в шарики, так и играют в шарики, да? Играет, сейчас готово. В шарики сатана играет, Да нет, он на самом деле, он там лонжерон сейчас варит. Вон там дырочка есть, вот там, вот он там все это варит. Короче, ну на самом деле, процесс вообще максимально неинтересный, то есть он методичный, то есть вот такая сетка, ее ножницами обычными отрезаешь, паяльник, и сюда вот так вот вхерачиваешь и припаиваешь. Все, больше ни хера тут не делается, вот как бы вот эту часть запаял, потихоньку запаяю вот тут, и потом то же самое с наружной стороны надо будет сделать, и на сегодня, наверное, все. Потом надо будет, короче, вот эти крепы придумывать, как-то делать, но это вообще отдельная история, надо будет брать алюминиевые какие-то ушки делать, короче, выделывать, чтобы можно было все это дело красиво поставить, и чтобы постояло по зазорам, а не так, что он вот так вот, как пьяный Вася. В общем, красиво будет, главное усидчивость, прям как с рулем, то же самое вообще. Я у мамы паяльник, поэтому все, бампер подсыхает, застывает, все выглядит все это вот таким вот образом. Не идеально, конечно, но в целом, типа там доработать, чуть пошкурить, короче, и тут тем более губой закроется, вообще пофигу. Здесь типа с внутри выглядит все тоже вот так вот, в целом выглядит достаточно, ну, достаточно прочно, короче, то есть, снаружи трещина выглядит так, то есть в целом ее можно даже просто зашпаклевать, то есть типа снаружи паять вообще, ну, даже не обязательно, то есть ее нужно просто шпаклинуть, типа и все, и будет четко, все, бампер сидит нормально, плотно. Так что в целом, берите на вооружение, схема рабочая, можно так бампер починить. Сейчас что, пацаны, почти марка дособрали, и думаете, уже крутите глины и пайпы, так что сегодня в видосе, возможно, у нас прокатят на турбо-гышки, блядь, кусок у нас. А что, блядь, джейзет, видели сколько стоит? Вот правильно, поэтому надо дуть глижку на. За все инфо, чтобы вы кусали. Прокатишь меня? Прокатишь? Все, Костя у меня прокатит. И соответственно, у вас получается тоже прокатит. Ну, давай, Франкенштейн, давай, ага. Одну секунду. Главное, чтобы сейчас ничего не ебнуло, нахуй, как крыльчатка въебала, не улетела, знаешь, давай, животное, просыпайся, ты будешь смотреть, что там, сыт-не-сыт? С Богом. А, крутить? Да. А, в трамблер, скорее, не попали, ну. А давай еще. Все, бросай. Точно не попали, даже не попали. Не попали в трамблер, Костя? Да ну, нахуй, что, издевались? Залили. Залили, конечно, нахуй, да. Вам первый хватает, нет? Здесь отдельно своя форсунка холодного пуска. Нет, это понятно, что форсунка холодного пуска, ну, типа, он же, типа, по температуре в гараже-то плюс, хуев, ха-ха-ха. Все равно заливать будет? Она где-то тут должна быть, блядь. А нету ее у тебя, что ты мне говоришь? Есть, она стоит, она где-то стоит во впускном коллекторе. Я твой мотор разбирал, собирал два раза. мотор ебал в роду. Я твой мотор два раза собирал, от компрессии. А видел чувака в мотор, это, коленник, он все катушки, нахуй, скидывает, он работает. Тупо от компрессии, какие хуя. Я лично скидывал себе форсунки, и мотор работал. Вот это было, вот это было смешно, блядь. По Wi-Fi, давай, Геннадж, заводи, ну. Четку и так какая-то. Надо пасать. Нет, ну, выглядит, конечно, спортивно, только вот, что, пайпы черные, нахуй, силиконовые, они синие, они спортивные, синие, они же. Потому что это на джейзад синие ставится. А, понял. Это же черный юмор, нахуй, по-русски. Из изоленты, да, пайпы собрал, короче, и нормально. Да, вот здесь так написано, с другой стороны, терминатор, да. Скажите, он сейчас не проебался. Бля, может, сейчас на натуре по меткам проебался, типа. Сейчас, скорее всего, да. Так, квадратное уебище. Давай заводим. Квадратный боб, нахуй. Либо что? А? Чья рука? Моя рука? Ни хуя себе. Ха! Не бояйся, свинка за брюхой, ну-ка. Обгорает, тачка же обгорает. Ну да. Их, там все обгорает, ты че? Там все обгорает. Там все обгорает. Там все обгорает, там все обгорает, блядь. Воняет отводительная. Это же Toyota. Это же. Ну, как я один гернал, блядь. Капот открываешь, нам уже воняет. У меня все-ка не видел? Моторы на БКВГ не могут нормально пахнуть и работали. Ты не видел чувака, который старый, прям старый, будет это на 50, делать обзор, который на Гришку. Я тебе скину. Вот и пересказ, блядь. Мы открываем капот, и что мы тут видим, блядь? Это очень сильный, 6 горшков, точнее 6 цилиндров. Здесь целых 140 лошадиных японских сил с моторами, не с маховиком. А как, блядь, подожди, можно быть с мотора, но не с маховиком, блядь. Собитался ему, хобегар. Они динамометрическим ключом, блядь. У Гарныча, все обгорает, а вот его нахуй, 140 лошадиных сил, блядь, с коленвала, да? С моторами. С моторами. Так, ну что получается, гашка живая? Как сказать? Ну, я еще не заскучал. Короче, завоешь тачку, и заливать АРФ там, ну, чисто на горячем. И пока оттуда не польется, тогда будет система пользы. Как это на РБ так? На любом Ниссану моторе так. ВГ, РБ, КУГ, блядь, ВА. Хуе, БА, ВА, у меня сын так разговаривает. Муфта, нахуй. Пизда, нахуй. Да все нормально у тебя, Ты не пробовал? А я с отрядка. Снова я вам помогу. На губце погнешь, нахуй. Да, ничего без меня, блядь. Ты вот с женщиной тоже так же? Да, мы так же втроем, блядь. Так, это что? Не удалось нам вчера покататься на турбогышке, но я думаю, что мы в ближайшее время этот вопрос исправим. Если мы прям вот в ближайшие два дня успеем покататься на турбогышке, то, соответственно, в этом видосе будет. Если нет, то в следующем по-любому. Что мы сегодня делаем? То есть я уже говорил, что я почти запаял бампер, ну как, не почти, а запаял. То есть надо только снаружи запаять, и надо будет крепление думать. Сегодня мы разбираемся, если успеем, то с тремя проблемами. Первое. Гудящий, хуёво работающий гуд, просто, типа, дохлый, абсолютно. Он мертвецкий, по, блядь. То, что мертвого умереть не может, типа, ну, как бы, решили заменить. Второе. Заварить сидушку надо, потому что она, покажу сейчас вообще, тема. Как жигулях? Ну, куда-то колышка не хватает. Честное слово. Вот прям, у меня на пятерке в целом полышек был вбитый, а здесь в целом, ну, вот. Чисто жига тема, пацаны. Если ты с боевой классики, ставь лайк, ну. Вот это, короче, тут хуй-ту надо заварить, зацепить, короче. И вторая проблема. Я, когда тормоза мы сделали, поехал ночью на заправку. Блядь, чтобы вы понимали уровень моего везения, нахуй. Я, короче, подхожу сейчас, типа, такой, к марку. Машина открыта. Я подхожу, короче, к нему такой, типа, открыть на заправке. А он, нахуй, не открывается. А там что-то щелкнуло, короче, он не открывается. Иначе что-то слетело, нахуй, ёптвою мать. И, соответственно, я подхожу, такой, типа, заправился, такой, короче, дёрка, она, такая, щелк, короче, и все, и не открывается. И теперь теперь зверка не открывается вот таким великолепным образом изнутри. Вот, это дело тоже бы поправить. Я надеюсь, что там ничего не сломалось, и просто что-то слетело. И, как бы, просто карту скинем и сделаем. Если успеем все сделать сегодня, будет круто. Если нет, ну, соответственно, на несколько дней. В целом, все, работаем. Гур меняем. Для того, чтобы был удобный доступ к насосу Гура, обязательно снимаем короб воздушного фильтра и патрубок впуска. Давай от подачи. А, нихуя себе, погоди, стой. Вообще, вообще какой-то не такой. Вообще хуй, по-ми, как критик. Не смотри, у него подача. Подача. Здесь нихуя не банжа. Здесь шланг. Тут, ну, как, с фитингом, типа. То есть, это нихуя мы Гур поменяли? Нормально, быстро? Может быть, поэтому, вот, бенцовский Гур стоит нихуя. Может быть, не бенцовский стоит много. Ну, я что-то видел, блядь, скупой платит дважды. Я видел сладкую цену, купил Гур за КС. И, причем, как бы, я же неоднократно снимал Гур. И я даже, блядь, не придал значения, почему шкив-то такой толстый. Пиздец, я да, он получается. Видишь? Вот это вот ухо. Регулировочные натяжки. Всего нету здесь. Да, это хуйня. Это вообще залупа. Говно за хуй. На бирке стоит Mark II. А кто знал? Это рез, а если рез, то это бимс, бимс. Нормальный пацаны, чё, ну, поменяли, бутинец. Всё, гур откладывается. Гур откладывается до 22GZ, нахуй, пизду, блядь. Ебал, я в рот, блядь. Надо GZ ставить, ну. Не всё, да? Надо ставить GZ. Напиши в комментарии, надо сказать, ну, Тимок Лондон, блядь, блядь, надо стоит GZ. Бля, если вот, вот, бля, купите Laurelia у меня. Купите Laurelia, я вам такого контента завезу, ебал, дремал, нахуй. Там, блядь, просто такая киса продаётся у нас в Новосибире. То есть там по-любому сразу будет GZ-маркет. Прям сразу. Только Laurelia купите у меня или цифру. Ссылку на объявление там. Вот здесь. Блядь, я-то там вообще вот такого контента завезу, там, блядь, и GZ-ы будут, и заработок в кризисные времена. Вообще всё будет. Да как так, блядь? Охуенно. Ну, давайте. Да, дебил, блядь. И главное, предъявить-то, сука, некому. Сам виноват. Ну, ничего. Так же заказали, продам. Если нужен гур, набим, спеши. Следующий этап это снять сиденье и заварить его. Ничего сложного. Головка на 14 и сварка. Я кручу, Геннадь варит. После сварки оставляем сиденье остывать и идём скидывать дверную карту. Слышь, блядь, я бы хотел Геннадьчу похвастаться, ладно, вам похвастаюсь. Инженерный подход к мелочам от Toyota. Смотрите внимательно. Вот заглушка вот так вот, она закрывает здесь болтик. Понятно, тут болтика нету, но обратите внимание, смотри. Короче, вон там он. То есть у него этот замочек такой. То есть это, короче, как маленький лючок бензобака. Слышь, Геннадьевич? Иди сюда, нахуй. Я здесь сейчас покажу, нахуй, кое-чё, блядь. В чём Toyota, даёт пизды Nissan, нахуй. Внимание, понимаешь, к мелочам, блядь. Смотри на. Вот, смотри, вот заглушечка, пою. Она, пою, он там на маленький такой, удобненько, но как маленький как вы понимаете, споры в гараже, что круче Nissan или Toyota, не утихают никогда. А ты как считаешь, что лучше? Пиши в комменты. В Toyota, когда разбираешься, он всегда где-то пидорский саморез рядом. Прям вот в каждой Toyota. Вроде всё, сука, открутил, но где-то пидор залез. Ну, кстати, я на Zephyr карту скидывал, на Zephyr более геморрорно карту скидывать, наверное. Да. Старые технологии, там саморезы, подъемные карты. Ещё вот тут саморез, вот, блядь, в ручке, блядь, саморез, да, короче, вот тут, блядь, короче, везде, ну, я вот подумал, как она изнутри. О! Понял? Угу. Защёлки эти пидорные, вот их надо отжимать. И внутри вот так вот, дык-дык. Пока не разберёшь, одну не сломаешь, не догадайся. Пока выдалась минутка, подведём итоги конкурса под прошлым роликом. Победил Stigr с ником Андрей Блинов. Комментарии вы видите на экране. Бро, напиши мне в Директ, я закину тебе монету. Я помню, короче, на Тойоте, на личинке, короче, там типа ухо есть, вот такое, короче, вот тут, блядь, там прямо в листе посмотреть, там такое есть пидорское ухо, и мне, короче, оно обломилось на Тойоте Короне, я помню тогда. У меня личинка так внутрь проваривалась. Вот такой кусочек железа обломился, мне пришлось применять дверь. Вот почему она на Тойоте, видишь? Смотри, какой твой твой. Вот почему я взорился нам. Тем временем, сиденье остыло. Я за кадром поставил пластик на него, надо ставить и наслаждаться удобной посадкой. Жаль, что нельзя сидушку опустить теперь, но это явно лучше, чем покупать новое сиденье за 8 тысяч рублей. Нормально, все, по-королевски зависит. Сейчас осталось в дверь разобраться, вообще ракета будет. Сейчас, кстати, хер его знает, там проблемы, клипсы нету в гараже, блядь. Что делать? Хуй его знает, блядь. И Геннадий, что твоя, я сейчас к нему посоединимся. Пока я возился с сиденьем, Геннадий нашел корень проблемы с ручкой двери. Ввел меня в курс дела и у меня возникла дебильная, но очень, сука, гениальная идея. Давай за ленту намотаем, да, алло, я тебе говорю, блядь. Я клипсы куплю, потом мы еще поменяем снова, блядь. Она у тебя выскочит сразу. Ну нахерай, как сня. Это, что, эта штука, она бывает с натягу. Она вот так вот сидит. Здесь у меня два уса, вот с такими, короче, ромашками должны быть вот так вот. То есть, естественно, такой клипс мы не подобрали, потому что у нас нету, нету доноров Toyota у нас, у нас в Nissan. И, соответственно, короче, тяга не фиксируется в ручке. То есть, она должна, вот эта, типа, тяга, она, типа, хлоп сюда заходит и должна была защелкиваться и вот так вот фиксироваться. Но так как второй уса обломлен и у нее вот эти фиксаторы, то есть, усы, которые держат ее вот так, типа, не, это засовывается, и они такие, пум, типа, раскрылись и такие зацепились вот за пластиковую там дырочку. И, короче, это все сломалось и, соответственно, клипс этой нету. Ночью мы, хер его знает, где купим, поэтому, собственно говоря, сверлим тягу. Для чего? Для того, чтобы сделать кастомный стопор на тяге, чтобы можно было просто это все дело обуть и чтобы это все работало и фиксировалось и дверка открывалась снаружи, а не стопор, и, смотри, как сейчас. Решение маэстро Геннадьевича оказалось сильно удачнее моего, поэтому сверлим маленьким сверлом маленькую дырку в тяге, вставляем в нее стопор и собираем все обратно. Все, собираем. Собираем дверечку на голову. Маэстро Геннадьевич с своими идеями, блядь, с полоумным у нас. А почему бы не просверлить вот такую вот электроводу? Тяга стоит на месте, вроде все работает. Ставим карту на место и наслаждаемся человеческим открыванием дверей. Тойота. Почувствуй себя человеком. Это моя, короче, первая дверная карта в жизни, которую я поставил и ничего не сломал. Неужели, блядь? Ну, получается, мы полутигры сегодня, да? Все время 30 ночи. Полутигры, потому что я Олегу Гуром проебался. После плодотворного гаражного вечера мы почти довольны и поехали домой, но недолго, так как позвонил Геннадич, который вдруг подумал, что он в Японии и вообще, зовите его Геннадич Кавабаточ. Ну, собственно, на такой автоспортивной ноте мы закончим эту серию. Тигры, сейчас как никогда необходимо поддержать ролик лайкосом и репостом. Наши приключения должны видеть как можно больше тигров. Атмосфера располагает жену. Следующий видос по Марш 3 будет сразу, как придут все необходимые запчасти для сборки морды, поэтому крепимся и ждем. Но я время зря не теряю и готовлю для вас новый сериал. Скоро выйдет, поэтому колокольчик нажми, чтобы не пропустить. На этом все. Всем счастливо, всем пока, до свидания, курага. Смотри, 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 вот с той стороны Амар, смотри. Кури, блядь, Амар то нету, но. Да где, он еще там стоит, он сожжет. Да у него уже нету нижнего гребета, блядь, он уже пустит.